привет друзья так начинаем прямой эфир 18 часов как было обещано так здорово она присоединилась сегодня тема у нас комплексная программа применение трансфер-фактор значит почему я эту тему заявила сегодня потому что достаточно часто звучат такие вопросы а по какой схеме начинает принимать трансфер-фактор значит как мне принимать вот при том-то при том-то при том-то и знаете вот я долго думала какую схему сделать наиболее такой удачный чтобы человек в комплексе восстановил практически все жизненно важные функции в организме и вот появилась вот эта комплексная программа схема она уже опробирована более пяти лет показала свою эффективность и ее всегда можно рекомендовать людям с так скажем тот тот кто раньше не принимал трансфер-фактор тем кто хочет просто в комплексе восстановить свой организм тем кто хочет приостановить так скажем нарушение обменных процессов в организме тем кто хочет получить эффект омоложения тем кто привык профилактировать проблемы в организме да они просто как говорится пожар тушить таких разумных людей становится все больше и больше и вот вот эта программа которая называю комплексная она прекрасно себя зарекомендовал в этом прямом эфире хочу объяснить почему вот именно вот такое сочетание различных форму продукции компании full life смотрите сначала первым шагом классика супер детокс рекомендуется буквально вот профилактических дозировках по капсуле три раза в день течение 20 дней почему 20 дней потому что хватает упаковки супер детокса в таких дозировках по капсуле три раза ровно на 20 дней классик почему а потому что классик содержит чистый трансфер-фактор полученный из молозива методом молекулярной ультрафильтрации по капсуле три раза в день это профилактическая дозировка для того чтобы начать восстанавливать правильную работу иммунных клеток в нашем организме и для того чтобы человек понял насколько у него талантливая и способная иммунная система а дело в том что мы все разные у нас разный айкью логический интеллект и интеллект нашей иммунной системы такой же индивидуальный у каждого у кого-то сразу в организме все быстро происходит все изменения да и человек сразу чувствует вот у меня вот здесь вот изменилась вот здесь вот изменилась ту заколола тут заколола и тут же все это начинает решаться а у некоторых они принимают принимают месяц за месяцем месяц за месяцем и говорят я ничего не замечаю но во первых есть такой так называемый эффект столба то есть чат чисто психологически устроен таким образом что он плохое быстро забывает и поэтому я рекомендую людям перед началом приема трансферфактора сесть и записать вот посвятить этому хотя бы один час своего времени может быть даже меньше и записать все что вас беспокоит вот на данный момент перед началом приема трансферфактора таким столбиком все симптомы поэтому называется эффект столба то есть вы пишете да допустим плохо засыпаю или просыпаюсь там среди ночи да не могу заснуть долго или там не могу сосредоточиться или вот быстро устаю да не могу долго делать там какое-то дело там или не могу там то что раньше допустим там мог по лестнице подняться там далее такую-то физическую нагрузку себе позволить сейчас я не могу я быстро устаю или допустим ну что беспокоит допустим давление повышается да или допустим вот уже начинаю принимать там таблетки от кардиолога или вот допустим обнаружили атеросклероз сосудов до или более в суставах и на снимках обнаружили артроз это все нарушение обменных процессов на самом деле или же допустим женщина принимает противозачаточные препараты да или згт заместительную гормональную терапию и она знает что побочными эффектами приема этих препаратов всегда будет повышенное тромбообразование а это всегда опасность и как вот себя защитить так как защитить свою родную печень которая вот образует у нас белки свертывающей системы крови и мы сейчас с помощью гормонов вот вмешиваемся да и так сегодня что-то с интернет-соединение и вот такой человек начинает задумываться как же и вот здесь комплексная программа с трансфактором будет просто обычный рекомендую эту комплексную программу на 9 месяцев почему на 9 месяцев белой крови полностью меняется вся белая кровь то есть состав лейкоцитов в организме меняется в том что иммунные клетки лейкоциты лейка с белой да они у нас имеют разные лейкоциты разный срок жизни но и разные еще ситуации в организме но в среднем примерно за 9 месяцев практически все лейкоциты уходят старые да и заменяются новыми трансферфакторы обучают вот антиген специфическая фракция нужна для обучения молодых иммунных клеток правильной адекватной работе в организме поэтому вот эта комплексная программа рассчитана на 9 месяцев чем большее количество чем больше поколения лейкоцитов мы обучим адекватно работать в организме тем больше вот этот созданный потенциал будет сохраняться на благо нашего организма в том что вот эти вот дозировки которые здесь даны они конечно не могут насытить весь организм чтобы разом все насытить вы знаете нам нужно разом съесть примерно одну десятую от веса нашего тела потому что каждая десятая клетка нашего организма это лимфоцит ну и помимо этого есть еще другие иммунные клетки помимо лимфоцитов их огромное количество я говорю вот такая вот цифра только по сегмента ядерным по нитрофилам она очень сильно впечатляет причем нитрофилы это не самые многочисленные клетки нашего организма да вот иммунные клетки представляете такая цифра миллион 600 тысяч клеточных единиц нитрофилов образуются каждую секунду на килограмм веса тела в нашем организме представляете какая скорость кровообразования и поэтому вот этим мизерным количеством капсул вы далеко далеко не удовлетворите потребность нашего организма поэтому периодизировки здесь бояться вообще не стоит и так значит водная детокс чтобы просто понять на как на организм реагирует на то что его иммунные клетки вдруг становятся быстрыми эффективными точными а потом посмотрите вводите трай трай фактор формулу и начинаете его принимать по капсуле три раза в день течение 9 месяцев как базис на фоне трая рекомендуется чередовать как бы наслаивать сверху друг за другом сначала глюкоуч я рекомендую начинать принимать для того чтобы начать восстанавливать ферментные системы печени поджелудочной железы двенадцатиперстной кишки и желудка потому что здесь у нас находятся органы отвечающие за усвоение всех веществ вообще поступающих с пищей в организм ну и желудочно-кишечный тракт сами понимаете до 70 процентов иммунной системы находится вот там по слизистом слое желудочно-кишечного тракта значит глюкоуч а восстанавливаем средний этаж эндокринной ось то есть так действует у нас глюкоуч дальше подключаем плюс трансферфактор плюс трансферфактор плюс в своем составе содержит достаточно много такого соединения как цинкомонометионин это уникальное соединение цинка микроэлемента цинка это самый иммунный микроэлемент и самый интеллектуальный микроэлемент то есть он нам просто необходим для правильной адекватной работы нашей иммунной системы и нашей нервной системы особенно центральной нервной системы то есть это вот все новые навыки это ваша память да это ваша адаптивность это ваша стрессоустойчивость это ваша связь управляющих центров с периферическими органами. Это адекватная работа вилочковой железы, щитовидной железы, поджелудочной железы. Это вот все атмосферфактор плюс. Также в плюсе содержатся компоненты, которые улучшают работу особенной разновидности иммунных клеток натуральных киллеров. Натуральные киллеры это наш собственный противовирусный иммунитет, противораковый иммунитет. Раковые клетки, как вы знаете, образуются у нас каждую секунду. И наши иммунные клетки должны обнаруживать их единичные, пока они не образовали конгломерат сообщества раковых клеток. Потому что тогда они образуют такой собственный злобный интеллект, цель которого приспособить организм хозяина для, так скажем, удовлетворения потребностей вот этой растущей опухоли. Значит, плюс. Далее, кардио. Кардио нам нужен для того, чтобы обеспечить хорошую проходимость сосудов. Для того, чтобы наши ткани все хорошо кровоснабжались и питались. Чтобы, значит, органы, состоящие от плотной органы, они представляют из себя сплетение капилляров. Допустим, те же самые почки, да, где фильтруется вся наша кровь. Печень, печеночные синусы, это тоже сплетение капилляров, да. Когда оттуда вот, так скажем, печень выделяет, да, токсичные вещества и преобразует их в нетоксичные соединения. Наш мозг, да, это сплетение капилляров. Наши легкие, это сплетение капилляров, да, вот где происходит газообмен. Наша селезенка, то есть везде, фактически во всех жизненно важных органах, это сплетение капилляров. Кардио восстанавливает целостность наших сосудов, проходимость наших сосудов. Поэтому если есть опасность атеросклероза, да, если есть опасность гипертонии, если есть опасность там повреждения функций почек, легких, печени, мозга, это все кардио, дорогие друзья. Так вот, меняем их, посмотрите, глюковочка по две капсулы три раза в день на фоне трая. 20 дней. Почему? Потому что 120 капсул при таких дозировках заканчиваются. Ну, это очень хороший 20 дней срок для того, чтобы какие-то вот, ну, заметные такие изменения для жизни произвести в нашем организме. Дальше плюс. 15 дней. Почему? Потому что 90 капсул, содержащиеся в упаковке плюса, через 15 дней при таких дозировках заканчиваются. И кардио. Снова 20 дней, 120 капсул. Потом мы снова начинаем то же самое, да, тот же самый алгоритм. Глюковочка плюс кардио на фоне трая. Глюковочка плюс кардио. Глюковочка плюс кардио. В течение 9 месяцев. Если же вы, друзья, отпуститесь к женскому полу, и вам важна ваша женская молодость, да, красота и здоровье, то тогда я бы рекомендовала на фоне трая, вот как бы базисный такой вот прием, организовать еще БЛВИ. Если вы, допустим, 30 плюс возраст, то тогда вот профилактическая дозировка по капсуле 2 раза в день. Если у вас возраст уже, так скажем, за 45, то я вам рекомендую, или даже 40, да. А сейчас вот после перенесенного ковида, когда описывает вот такой вот эффект, что наблюдается раннее старение, раннее истощение яичников, то БЛВИ, как говорится, в помощь, чтобы сохранить женскую молодость, продлить, да, вот, так скажем, красоту и привлекательность. Поэтому БЛВИ по 2 капсулы 2 раза в день, это вот как очень наш, вместе с траем, и это идет как базис, а сверху накладываем, да, наслаиваем друг за другом глюкоуч по 2 капсулы 3 раза в день, плюс по 2 капсулы 3 раза в день, кардио по 2 капсулы 3 раза в день, снова глюкоуч плюс кардио, глюкоуч плюс кардио, а базис – это трай по 1-3 раза, и БЛВ по две капсулы два раза в день. Я сама просто так пью, поэтому вам рекомендую. Эффект я замечаю на своем здоровье. Мои партнеры, мои пациенты также замечают этот эффект на себе. Очень хороша комплексная программа при, так скажем, вот таких вот долгоиграющих проблемах, когда у человека есть, допустим, повышение артериального давления. Почему такое состояние формируется? Потому что с возрастом стеночки капилляров повреждаются, и там начинает откладываться холестерин. Печень начинает вырабатывать больше, она получает сигнал, что мембраны повреждаются, нужны срочно материалы для того, чтобы заплаточку сделать, и печень начинает вырабатывать повышенное количество холестерина эндогенного. И он начинает откладываться на поврежденных мембранах клеток. А вот избыток холестерина должны убирать иммунные клетки. Опять иммунные клетки, да? Моноциты из кровеносного русла, значит, проникают в стенку сосуда и начинают избыток холестерина поглощать. И они превращаются в так называемые пенистые клетки. А вот если под микроскопом любую бляшку посмотреть на стенках сосудов, которые образуются при атеросклерозе, мы увидим такую картину, что большую часть объема этой бляшки, этих наложений на стенках сосудов, выполняют вот эти самые пенистые клетки. А что такое пенистые клетки? Это объевшиеся холестерина моноциты, иммунные клетки. Большие пожиратели, макрофаги. И когда они слишком много холестерина поглощают, у них выключается вот эта вот программа, что они должны его переварить и уйти из этой стенки. Они там остаются. Вот когда вы начинаете принимать трансферфактор, происходит обратный процесс. Иммунные клетки, так как трансферфактор, это интеллект иммунных клеток, иммунные клетки получают эту программу. Программа у этих моноцитов, которые объялись холестерина, включается снова. Они начинают допереваривать поглощенный холестерин и уходить из стенки сосуда. Все. Проходимость сосуда начинает постепенно восстанавливаться. И это происходит не в одном сосуде, а практически во всех сосудах нашего организма. Есть ли у человека, допустим, проблемы с венами? Что происходит здесь? Повышенное тромбообразование, застой венозной крови в нижней половине тела. И здесь я поэтому всегда с комплексной программой вместе рекомендую применять иммунологическую диету Парьяевой. Цель этой диеты – не мешать печени выполнять свои функции и восстанавливаться. Дело в том, что те продукты, которые мы едим каждый день, они вызывают повышенное разрушение лейкоцитов. А мы что делаем с помощью трансферфактора? Мы обучаем иммунные клетки правильной работе в организме. Но если в этот момент мы едим продукты, которые вызывают повышенное разрушение лейкоцитов, например, молочные продукты, то что мы делаем? Мы поступаем как неразумный руководитель государства, который молодых специалистов в вузах обучил, а потом их всех построил и отправил на фронт, на передовую. И что делать? Чтобы, так скажем, государственная машина работала, производство шло, нужно снова молодых специалистов обучать. Обучаем, на фронт отправляем. Если, допустим, эта вот картина наблюдается, если вы, допустим, принимаете трансферфактор, но пьете чай с молоком, или же, допустим, едите творог со сметанкой. Вот поэтому, когда вы начинаете принимать трансферфактор, я всегда рекомендую одновременно начинать соблюдать иммунологическую диету. Вот люди, которые соблюдают иммунологическую диету, они просто потом начинают чувствовать, что вот от этого продукта у меня вздутие живота начинается. Когда вот я соблюдала эту диету, я чувствовала себя прекрасно. Особенно это чувствуют люди, у которых есть бронхиальная астма, или, допустим, хроническая обструктивная болезнь легких, то есть отдышка была, да, и на фоне соблюдения диеты отдышка не беспокоит. Плюс улучшаются все другие функции организма. Поэтому, дорогие друзья, комплексная программа хорошо, но еще от вас тоже очень много зависит, да, иммунологическую диету вам в помощь, и протеев. Протеев удовлетворяет белковый дефицит, который у нас в организме хронический, и когда мы начинаем давать организму легко усвояемые белки в виде пептидов, а вот эта вот большая банка протеетов, это фактически пептидный коктейль, дважды гидролизованный сывороточный протеин, да, яичный протеин, да еще с трансферфактором. И вот эта комплексная программа, мы получаем шикарную просто помощь, поддержку для организма, и у нас в организме запускается процесс омоложения. То есть потому что старение – это хроническое воспаление, это аутоиммунное воспаление. С возрастом у нас иммунная система помнит, как начать воспаление, да, иммунный процесс, но забывает, как его закончить. В организме начинает накапливаться большое количество незавершенных эммунологических процессов, воспалений. И у человека это просто накапливается диагнозы, да, хронический там простатит, пилонефрит, колит, гастрит, ну и там всякие артриты и так далее. Когда вы начинаете принимать трансферфактор и соблюдать диету, вы помогаете организму. Организм у нас прекрасный, самовосстанавливающийся систем. Главное ему не мешать. И давая трансферфактор, вы запускаете, даете инструкцию организму, как восстановиться, да, а соблюдая диету, вы не мешаете организму восстанавливаться. Но при этом диета составлена таким образом, чтобы вы не испытывали чувство голода, вот это грызущее, да, которое побуждает бросить всё. И пособлюдав три месяца, у вас просто выработает привычка к правильному питанию. Всем здоровья, всем добра и всем молодости как можно дольше качественной жизни. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Так, пардон, я сейчас ещё отвечу на вопросы. Так, при беременности бывает повышенное давление. Что можно добавить к кардио? Да, при беременности, эти вот гистационные разные дела, кардио, я рекомендую добавить трай, чтобы усилить этот эффект. И было бы хорошо ещё временами, вот так вот пульс, да, такой пульсовым курсом добавлять рекол. Рекол буквально по капсуле два раза в день, утром в обед. Кардио по две капсулы три раза в день. Трай тоже можно по две капсулы три раза в день. И вот имминологическую диету с протеев, с клюквой. Попробуйте с клюквой или с брусникой. Очень хорошо помогают вот при таких состояниях. Ну и плюс это полезно ещё и для растущего плода. Спасибо большое за внимание. Один был вопрос. До встречи, друзья.